всем привет да я давно ничего не выкладывал в общем были у меня несколько предложений работы но как это и полагается либо мне это не подходит либо им не подходит причем довольно занятно что скажем звонили мне из авиапромышленности в очередной раз они мне уже не первый раз звонили и уже несколько раз до этого было такое что все 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 подходило но когда заходил речь о двойном гражданстве и не спрашивали ли у меня его нет я говорю ну как бы я безвылазно уже там 26 лет в израиле и естественно все кто приехали из россии у них автоматически сохраняется российское гражданство то есть от него отказаться как бы можно но это довольно таки проблематично в принципе это процедура длинная и нудная и поэтому обычно этого не делают и все они делают себе пометочку и на этом все заканчивается вот в этот раз вообще прикольно получилось мне звонили по поводу работы по значит настройки мифда кем это такие тестеры для проверки каких-то там плат устройств в общем как я понимаю есть какие-то протоколы промышленные для того чтобы стандартизировать проверку электронных схем то есть проверяется там напряжение сигналы в разных точках и какая-то специальная карта этих напряжений формируется и потом там припуски допуски и и в общем-то при разных проверках все должно быть в допусках что-то такое я не знаю и сталкивался но в свое время когда мне нужно было проверять свои платы в частности когда разрабатывал интерком а я на это потратил очень много лет и денег и сил в свое время то я подходил к вопросу основательно и сам собственно разрабатывал приборы для вот этих вот тестов я не руководствовался никакими готовыми стандартами а просто-напросто вот в общем с нуля строил эти тестеры они прогоняли все тесты выводили на экран все вот эти вот допуски и напряжение совершенно намерили и довольно длительное время перечелкивались все там реле которые были схеме и потом на экране возникала надпись проверка пройдена и у меня вот остались собственно в ютубе соответствующие ролики может быть я даже ссылки приложил и в общем я разговаривал с этой женщиной по телефону который из промышленности набирает отдел кадров она говорит вот ты с этим сталкивался там это я говорю я не просто сталкивался я сам их разрабатывал эти штуки и вот первое и второе вот ролики она вообще там в шоке ух ты ничего себе говорит фантастика все а ты можешь вот решить мы тебе дадим две задачки она прислала листочек там две схемы надо было там какой-то дешифратор на реле сделать еще что-то примитивное там две кнопочки последовательное параллельное соединение чтобы лампочка сгорелся естественно я все это сделал послал обратно все на критой все круто все я посылаю все отлично какую зарплату вы хотите я говорю ну я получал 15 на последнем месте но это было два года назад хотелось бы больше но хотя бы чтобы было 15 минимум она горит хорошо я пишу 17 19 вот то есть 15 для нее даже вообще это та та женщина которая в принципе должна понизить ожидания претендента на зарплату даже я смутило то что я сказал 15 она написала 17 19 и она мне не перезвонила то есть уже прошла там неделя то есть уже как бы ясно видимо тот же результат что и и в прошлый раз она меня спросила даже нет она мне про гражданство не спросила это я и сказал что у меня уже был такой опыт со всей промышленностью им вечно нужно второе гражданство указывать и это она говорит ну я надеюсь что все пройдет там это но видимо не прошло а второй на круг когда заезжаю я должен уступить всем кто на кругу это понятно но уступить это означает не заставлять других участников движения тормозить но вот видите марокканцы они вот они у них животное вот это вот состязание вот это вот кого-то всю жизнь они состязаются и надо выиграть они жмут на газ то есть вот я вижу он едет на по на кругу за плен скоростью я въезжаю на тот круг с тем расчетом чтобы ему не пришлось тормозить то есть у меня есть вот это окно но он берет и нажимает на газ то есть он ускоряется специально чтобы мне не даст проехать и получается что как будто я уже у у него влез перед вот как можно с ними вообще короче и это первый пример работы второй пример работы хулоне значит фирма и mercy club там значит которая занимается импортом всяких измерительных приборов типа как есть плюки измерительные приборы это как бы более высокий уровень у них попроще но тоже американская фирма x stage там еще что то и в общем они там переехали в крутое здание свое время помню не под землей были такой этаж цокольный значит было объявление требуется техник для сборки настройки всяких устройств лаборатории я думаю но техникам то мне не интересно но если там собирают настраивать устройство то скорее всего им нужен разработчик потому что они же что там это собирают и пойду-ка ли я схожу посмотрю чё к чему чё о чем тем более что фирма интересное место интересное рядом с домом и как бы если что я им предложу аутсорсинг то есть как бы как фрилансер вот эти вот разработки им делать и увеличить таким образом их возможности им будет хорошо мне будет хорошо и я туда пришел ля-ля-ля я ему принес коробку с меры там кучи платы разработки все что там делал там у него естественно через отвисло у этого мужика он позвонил своему какому-то нет у нас есть кто делать разработки так он ему позвонил вот такой то вот говорит парень значит занимается микроконтроллером причем и даже не микроконтроллером сказал микроконтроллер он это понял как контроллера промышленная говорит unitronics там что-то это я говорю не 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 время чипы микроконтроллера потом как-то на пальцах объяснил тот говорит нет нет нам никто не нужен нам никто не нужен то есть они такое ощущение сложилось что им не столько не нужен сколько они боятся во первых боятся заплатить то есть даже потенциально что придется кому-то что-то платить они этого заранее боятся они боятся кто-то будут тот тот разработчик боится что кто-то знать больше него и его заменят на другого в общем в таком векторе происходит мышление то есть не в том плане можем может ли это какой-то какая-то ниточка которой мы можем воспользоваться и собственно улучшить наши нашу продукцию там что-то это не об этом речь не идет кто-то ему склонение не несу сходу не надо не надо это говорить не надо спасибо ты слышал вот не надо а а говорит качестве техника ты хочешь мне это не хочешь работать у нас я говорю ну смотрите меня вот получал 15 два года назад я хотел бы вот начинать с этого вы наверно это не платите мнение конечно об этом речи не идет о таких зарплатах сходу то есть я даже не знаю о чем идет речь наверное там около десяти это и меньше десяти может быть 6-8 не удивлюсь наверное около десяти восемь-десять наверно такие зарплаты вообще в наше время смешно я напомню что у нас тут в израиле цены выросли практически в три раза вот банально шварма шаверма как там в россии говорят вот этот тесла у нас никогда поворотки не включают не знаю почему то ли у них вот эта кнопка неудобная и то или чего вот вот если в среднем но может быть там один из четырех включает поворотник в израиле но вот такая культура то тесла и включает поворотник может быть один из десяти ладно короче короче а сейчас вспомнить надо о чем я говорил я говорил о работах и я говорил о ценах значит шварма она раньше стоила 25 шекелей шварма лафа вот эту заворачивают эту шварму там курица индюшка это вот нарезают 25 шекелей сейчас она стоит 60-70 шекелей везде то есть это не одно место какое-то там с ума сошел кто-то везде то есть вот это цены вот я тут несколько раз с мамой зашел в кафешку и кейтеринг даже не кафешка кейтеринге продают готовую еду там всякий куляш там эти вот там сардельки то да все котлеты вот и обычно кейтеринг это самое дешевое место где можно поесть вот как бы не ресторан это кухня вот и там были очень интересные цены то есть вот я набрал допустим там котлеты а салаты и лапшу вот там допустим гарнир там это без запитков даже хотя не по моему напиток там положен был мы просто его не взяли я не знал кто мне сказали что туда же входит с меня взяли 30 шекелей за это 30 потом сейчас мы пошли 40 взяли вот я думал ну окей ладно это терпимо это нормально можно как-то хоть ну хоть как-то а потом оказалось что это первая неделя была 50 процентов скидка потом все вот эти цены ровно вдвое увеличились вот то есть вот такие цены в израиле зарплаты практически не изменились вот как я получал там не знаю 13 лет работал я получал где-то 8 10 тысяч так вот сейчас ну и фактически я получал как техник никакой инженер я работал инженером сейчас фактически три раза увеличились цены и и те же самые зарплаты они остались вот это что касается работ теперь что касается не работ ну о чем еще с вами интеллектом очень круто получается работаю скоро покажу но я пока есть практически кручусь вокруг той первой части который горшую практически закончил вот я ее закончил но нужно очень много отладить улучшить если что-то сделано не причёсано скажем так большое большое количество кода в тех или иных вариациях повторяется в разных местах вот это нужно все собрать упаковать сделать функцию внешнюю и собственно эту функцию из этих всех мест вызвать вообще стараюсь по максимуму сейчас все это инкапсулировать как это называется то есть чтобы код дергается без поворотников из ряда в ряд лазит я им сигналят даже не понимаю чем сигналят а короче говоря все это привести в норму чтобы все это красиво выглядело и когда вот я вот такую функцию сделаю такую красивую которая все делает все это я стараюсь ее описать полностью то есть вместе один файл который уже разросся там до приличных размеров и там я прям описываю название функции все ее входящие и выходящие данные все что она делает и собственно это и мне это очень сильно помогает я сам уже не раз забывал вообще что я делал все это разрослось уже давно за 10 тысяч строк я перевалил и собственно вот этот вот файл описание меня все помогает и когда я что-то описываю я уже чувствую внутреннюю удовлетворенность своей работы что вот ты поставил точку описал сделал значит это уже останется все тут уже никуда не я уже не забуду и так далее вот очень много заказал я на черную пятницу всякой ерунды заказал оборудование для готовки по технологии свит я там шорте рассказывал мне это заинтересовало придет выложу обзор вот такие дела ладно поеду я поеду получать мне начали приходить посылки кстати говоря надо дать должное они сейчас приходят хорошо раньше нужно было по два-три месяца ждать посылки с алиэкспресс и amazon приходил за за неделю полторы сейчас наоборот amazon приходит где-то за полтора месяца алиэкспресс приходит буквально за 10 дней две недели и так далее большинство посылок а вот так вот можно еще немножко болтать значит цены выросли не на все не на все в равной степени скажем так если на ту же самую жертву типа постфудом они выросли в три раза практически два с половиной раза то на многие на электронику на многие бытовые вещи технику всякую они практически не выросли наверное все таки связано с тем что рынок электроники он глобальный и какой-нибудь марокканец и осик не может взвинтить цену в несколько раз и сговориться с другими такими же как он как это произошло с швармой и постфудом собственно тут уже конкуренция между корейцами китайцами и всякими разными и поэтому цены как-то как-то держится в езде ну да с пленой на раза на что-то они не выросли вообще а что касается квартир ну мы снимаем с трехкомнатную крошечную в убитом доме за 3000 шекелей таких цен практически нету уже даже четыре с половиной пять я думаю тут очень жесткая вилка между возможностями людей в принципе что-то платить и отсутствием выбором и тем как и хотят нагнуть так как те кто сдают им квартиры они покупают новые себе еще и все еще это новое не платит по нескольку миллионов там то цена растет хотя она тоже заметила в последнее время опять же не из-за того что аппетиты снизились а просто физически но уже некому это платить даже официально по официальной статистике в израиле цены выросли а зарплаты снизились того никогда не было то есть реально средняя зарплата она стала ниже про медианы все молчу ее не освещают я думаю она снизилась намного сильнее чем средние страдают в основном те кто как меньше средний класс и ниже основная масса населения вот поэтому я думаю что речь пойдет к тому что люди начнут уплотняться и жить в капсульных этих вот я даже не знаю к чему это придет деленки у нас уже давно то есть когда квартиру делят на несколько там по полторы комнаты сдают отдельно за берут там спасибо 1000 долларов каждый кусочек а потом я даже не знаю будут в одну комнату сувать вот эти вот капсулы наверное что только лежа можно было там расположиться и паковать так народ если каждый так выбрать по 1000 долларов не удивлюсь что к этому пойдет как в гонконге например такая история я уже дома до кучи я сейчас приду примеры тех товаров которые сам покупаю и насколько на них выросли цены начну я с коронки зубной у меня так получилось что три дня назад сломалась зубная коронка просто чипсину ел такую которая хрустящая такая кукурузную вот и в общем хрусть и она мне просто кусок отвалился коронка у меня была тоненькая монолит так называемый лава 3м который мне делали 12 лет назад тогда я за нее заплатил 3000 шекелей и мне дали пожизненную гарантию вот гарантия пожизненная прошла видимо я им написал письмо имени чего не ответили и думаю что там это как бы мама посмеялись решили не отвечать поэтому я пришел в ту клинику где лечусь последние годы собственно если у меня проблемы с зубами возникают и там с меня взяли 2 500 за коронку тоже монолит тоже как называется ну не керамическое цирконе вот но правда я думаю не 3м но тоже какая-то ведущая фирма к минимуме 3 и 3м сломалась а вот и 500 шекера 500 это 300 шекерем за временную коронку и то получалось получилось 2 800 2 500 и 300 вот то есть практически цена осталась та же самая на стоматологию я боялся в 2 бы выросла 6000 с меня бы запросили хотя и так это почти 1000 долларов ну ладно это не так часто происходит раз в 12 лет можно поменять это что касается тех цен которые к счастью не выросли теперь о ценах на продукты какие на сколько выросли получили поехали вот это хлебцы васа шведские я их ем вместо хлеба много-много лет вот они офигенно рекомендую все диетологи рекомендуют и вообще вот такие они раньше стоили 10 шекерей много лет они были по 10 шекерей здесь 275 грамм 1 такой мне хватает не знаю недель на 2 сейчас они стоят 15 то есть 15 это все это как бы нет дешевле в одном месте видел 13 по большой акции очень редко такое этом затарился вот видите это я все затарился просто потому что на два шекера дешевле нашел а так цена 15 то есть на 50 процентов подорожали курс у нас 37 то есть она ну грубо говоря 4 разделите на 4 15 это получается что одна пачка стоит где-то грубо говоря 3 3 7 4 доллара три с половиной доллара пойдем дальше оливковое масло я покупаю хорошее масло вот например вот такое греческое вот раньше это масло стоило 35 шекерей потом 50 и сейчас она уже стоит 70 шекерей 70 шекерей это примерно 20 долларов вот такое масло она может греческим и можно итальянским испанским но имеется ввиду что это бренд в такой темной бутылке кислотность у него где-то там 0 4 чем хорошее вот да кстати сегодня нам дали грибы в пайке вот такие грибы я честно грязь и не знаю как они вот такая пачка они здоровые все одинаковые как прямо конвертный запах тут шикарный стоит вообще что из них сделал делать и что это за грибы я понятия не имею вот такая вот вот вся эта пачка здоровая вот в общем грибы такие да по поводу подорожание цен мама любит вот такой вот капучино вот здесь 10 стиков на одноразово которые растворяются раньше это было 10 шекерей сейчас это стоит 15 15 это по очень большой скидке это надо ловить так они стоят 23 шекере пачка то есть ну разделите на 4 полосе долларов теперь я люблю сосиски и я люблю красную рыбу сейчас покажу сколько все стоит так сосиски я затарился вот такие вот это у нас считается самый лучший вообще нашел недалеко не в каждом магазине есть они называются у нас забыл бы за глубок премиум что-то меня зум на телефоне так лучше и в общем вот эти вот сосиски они 300 грамм 54 сосиски большие либо есть поменьше есть одинаково поменьше поменьше мне если очень хорошо поискать 22 шекера так они стоят 31 шекер вот 300 грамм 22 шекера разделите на 4 это где-то будет 5 долларов вот такая пачка сосисок сколько раньше стоили не знаю раньше таких вообще не было я бы или я не знал раньше были только дешевые дешевые они стоят дешевле раза в два но там крахмал все они не вкусные и красная рыба вот красную рыбу я люблю такого типа вот она в общем в больших пачках нарезана ломтиками и копченая такая вот она тут снос слоями нарезаны со своим соусом так далее вот такая рыба по большой скидке надо ловить килограммовая такая штука вакуумная упаковка она стоит 120 шекерей то есть 30 долларов грубо говоря ну и пришел домой смотрю посылочку значит получил я вот такой вакууматор в китае 60 долларов стоил тип крутой там были по 20 и даже по 15 вот такой фирмы это для того чтобы закатывать в пакетике продукты и готовить по технологии suvit но что неприятно то что он пришел один то есть вот вот так он пришел все даже провода не было провод это я взял свой старый на полу нашел на сайте написано что в комплекте с ним должен идти рулон специальной пленки 3 метра плюс там по 15 или 20 пакетов разных размеров специально по под вакуумацию плюс вакуумный шланг вот сюда подключается чтобы оттягивать воздух из пластмассовых коробок плюс значит секунду я открою вот здесь еще вот такая штука есть которая на это тип эти ткань такая термостойка который со времени выходит из строя и в комплекте должна идти одна такая запасная плюс инструкция конечно должна идти в общем ничего нет вот все за 60 долларов и это не прикольно написал посмотрите то ведь скорее всего скажут покажи видео распаковки а я распаковал его без видео собственно поэтому может меньше не пломится а может дадут какие-нибудь пару копеек возврата вот такие дела